Плакатная перекличка – так называется выставка, которую можно увидеть онлайн в Музее истории молодежного движения. Здесь представлены работы, которые отобраны после различных конкурсов плакатов, начиная с 2013 года. Над ними трудились художники из 20 стран, среди которых Россия, Тайвань, Индонезия и Куба. Темы плакатов менялись из года в год, но одна оставалась неизменной. Это Великая Отечественная война. Вот, например, плакат «Мир – единственная победа». И всем знакомы здесь и знаки, и вот опять тот же самый лаконизм, и присутствие вот таких контрастных цветов. Все это говорит о противостоянии двух этих сил. Война с одной стороны, а с другой стороны никакой победы в войне быть не может. Победой может быть только мир работы китайского художника. Известно, что одним из символов победы была песня «Синий платочек» в исполнении Клавдии Шульженко. На выставке можно увидеть плакат на эту тему. Еще одна работа, которая возвращает нас к событиям того времени – это «38 часов до войны». Мы с особым волнением всегда смотрим на вот эти довоенные фотографии, прекрасно понимая, что будет потом. И вот перед нами выпускной бал, вот он класс со своими учителями или, может быть, какой-то курс института. И вот 20 июня 1941 год. Мы прекрасно знаем, что случится через два дня, через 38 часов. Союз дизайнеров Тулы, в том числе известный художник Сергей Дороганя, представил свои тульские игрушки. Сегодня заводы Тулы выпускают оружие, однако есть в этом городе немало глиняных игрушек. По его задумке, оружие должно быть только таким – игрушечным, каким мы и видим его на плакатах. На выставке достаточно много работ, посвященных Параду Победы. Немало плакатов и социальной направленности. Плакат «Горько смотреть», который действительно отражает горькие реалии сегодняшнего дня, когда возникают вопросы и даже оскорбления к ветеранам. Есть такие, которые буквально сравнивают значимость Победы. И вот победители фашизма сталкиваются, можно сказать, лоб в лоб с теми, кто сегодня исповедует эти страшные фашистские теории. Более подробно любой желающий может посмотреть выставку онлайн на сайте Музея истории молодежного движения.